Субтитры сделал DimaTorzok 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 Сломал один трансформатор низковольтный Машины, к счастью, остались целы Но вообще здесь было весело То есть Горели кабели Трансформаторы Я думал Что-то там писал на бумажке В общем-то Заняло это у меня больше часа Хотя бы из-за того, что Приходилось часто перезагружать игру Она почему-то тогда вылетала Но в итоге Все получилось Я не стал записывать Потому что не думаю, что Моя часовая возня была бы кому-то интересна Это довольно Странный процесс И ни разу не интересный Поэтому я покажу вам уже готовый результат Это геотермальные генераторы Здесь их у нас 12-18 штук То есть Вместе они производят 300 Да, 360 Ю за тик Ну, что в принципе Неплохой показатель Мраморная колонна Интересно здесь зачем Наверное Это еще от строительства осталось Я просто не заметил Так вот Производят 360 Ю за тик Ну Сколько-то теряется Понятное дело По пути Соответственно 6 генераторов Ну, в данном случае Там это будет Тоже 6 Когда-нибудь То есть их станет 24 в итоге 6 генераторов Подключены К МВ-трансформатору Который Работает В повышающем напряжении Потом идет ХВ-трансформатор Соответственно В напряжении Тоже повышающем То есть он повышает До 2048 И Здесь идет ХВ-трансформатор Разгрегтеха Который Эти самые 2048 Отдает По кабелю Ну На данный момент Это наверное Не самое Эффективное решение Из-за Переизбытка Трансформаторов Но в будущем Это станет Основой Таким Стелетом Моей Энергосети То есть Именно вот этот Алюминиевый кабель На 2048 Я не думаю Что мне понадобится Более высокое напряжение В крайнем случае Я просто сделаю Его четверным Вот Алюминиевый кабель Он будет основой Моей Энергосети То есть Такой как Позвоночник Вдоль Сей базы И от него уже будут Отходить ответвления Не хватит Ну Не то что не хватило Пожалел я Нержавейший Стали на Второй Ашве Трансформатор Чтобы его Спустить сюда И сделать здесь Все по-человечески Поэтому пока Доминая печь Работает на Собственной Изолированной Энергосистеме Ну Учитывая что Доминая печь Мне нужна только Для выплавки Нержавейки Пока Больше она ничего Не умеет Ну еще может быть Хрома Впоследствии То я думаю Это вот То что есть сейчас Это в принципе Нормально Ну и дальше Здесь кабель Здесь тоже HV трансформатор MV трансформатор Здесь ее 128 Экструдер Соответственно Потребляет 128 А здесь стоят LV трансформаторы Это никелевый кабель Четверной Медный Собака Горел Не знаю кстати Почему То есть здесь Вроде бы Раз, два, три, четыре Ну да Здесь девять машин Я полагаю Что четверному Медному Просто Хотя вот Смотрите Здесь Раз трансформатор Принимает напряжение Экструдер Принимает напряжение Второй Третий Трансформатор То есть всего Четыре приемщика То есть четырех пакетов Должно хватить Ну судя по всему Здесь пять или шесть пакетов Потому что Медный кабель Горел Я еще раз говорю А никелевый кабель Который проводит Три пакета В тик Ну двойной кабель Соответственно шесть Он здесь нормально Стоит Работает И все машинки Справляются Экструдер Хорошая тема Вообще Хорошая Ну дальше Здесь у нас Молот Потом из новых машин Кажется Кажется из новых машин Это А да Я вспомнил Я сжег Ассемблер Я все-таки Сжег одну машину Да Это был Низковольтный Ассемблер Ну собственно Он мне был нужен Для того чтобы Сделать экструдеры Покажу почему И я его удрился Сжечь Причем Это наверное Самая дорогая машина То есть даже Экструдеры дешевле Там нужно Было куча Ну в общем Сейчас я буду делать Тот же самый Ассемблер Вы увидите Что для него нужно Что это вам Рассказывают По новым машинам Ну появился экстрактор Не помню был ли он Конечно экструдер Еще раз говорю Ну и в целом Все Ну и конечно Здесь у нас Воронки Для более удобного Использования Так Это у нас Всякие пыли С ними можно делать Их можно плавить Это хорошо С этим займусь Пожалуй Так Сюда Шлаг Перитовой пыль Перитовая Не понимаю Прикола Конечно Ладно А я понял Это только Понятно В режиме Только сплавов Находилась печь Поэтому нельзя было Закинуть Потом В общем-то Часть времени ушла Значительная часть На создание Вот этой конструкции Она работает Она Относительно эффективна И И вторая часть Времени ушла На То что я вот здесь Хорошо полазил По пещерам Немного прогулялся Получается На юг Своей базы Увидел Что здесь Вообще-то Есть такой Интересный разлом Кстати Очень глубокий И В общем-то Оказалось Что это Вход В огромную Цепь пещер Пожалуйста Можно увидеть Здесь Железо Здесь у нас Есть алмазы Лимонид Магнетит Там практически Практически Друг над другом Они просто И Борит В принципе Алмазы Да Я уже Не буду орать Тогда Когда первый раз Их нашел Потому что Первое месторождение Я там еще Поковырялся В итоге у меня Два с половиной Стак алмазов Я богатый Осталось Может быть Пара-трой Кусочков руды Алмазные Графитовый Я не добывал Бесполезно Ну и в общем-то Все То есть Почти выработано То месторождение Но у меня уже Есть новое Так что В целом Алмазы Можно не экономить И Честно говоря Они здесь Не так часто Используются То есть Реально Алмазов Совсем немного Нужно Ладно Что мы будем Делать сегодня Что-то Ушел в разговоры Излишне Сегодня Собственно Сделаем Вармю Нет Он у нас уже есть Ассемблер Как он Ассемблер машин Так называется Требуется для него Много-много всего Но поскольку Уже Есть такое Приличное количество Ресурсов у меня Могу себе позволить Производить С запасом Так Пожалуй Мне понадобится Где-нибудь Стака два проводов И Нет Пластина мне не нужна Так Вармю Видимо с другой стороны Ладно Так Да Вармю У меня стоит Просто на самом Видном месте Чтобы я Не беглого Не искал Но я его Все равно Ищу Так Бывает Так И навариваю Пыль Пока что Соответственно Сколько-то у нас Проводов есть Резина Вот Резина Это важно Сейчас я покажу Как просто Замечательно С помощью экструдера Делается резина Как же мне это нравится Сколько там Просто Да Экструдера Вот Найдем пластину Резиновую Потребляет 160 юл 32 юл За тик То есть 5 тиков 5 тиков Это значит 4 4 резины В секунду Какая же Замечательная скорость Если бы все машины Так работали Было бы не очень интересно По честному Ладно Так Эту резину Мы переплавим Ну в принципе Мне же нужна Резина Не только в виде Нужна резина Не только в виде Пластин Но и в виде Слитков Пускай плавится Можно еще раз Сходить Собрать Резины Много Резины Ну достаточно Понятно что вручную Мне не очень нравится Возиться Появляется Кстати неплохо Сходил за эндерменами Еще И даже Там в сокровищницу Забрел Какую-то Пока по пещерам Ходил Ну короче Приключался Так Что я хотел сказать Вот Семьлер машин Кейсинг Ладно Просто не буду Вникать Нужно 2 конвертных модуля 2 Азербатизированные руки То есть 4 электромотора И Здесь у нас Еще 6 10 Электромоторов Ассемблер Мы делаем Базовый Низковольтный Я имею ввиду Так Соответственно Нам нужны Железные стержни А еще У нас Железные стержни Мм Делал Что-то Ну ладно Есть Стальные В общем-то Почему бы Не использовать Стальные Никелевые Провода Есть Еще Главное Так Похоже По виду То есть Просто невозможно Отличить Вот здесь Посмотреть Никелевые Проводы Оловянные Вообще Одна текстурка По-моему Просто Металлического Цвета Так Микросхемы Есть Это не все Вот их 13 штук И одна Интегральная Еще Надо чипы Оставить Короче Я богат Корпуса Корпуса Но Головянных Проводов Никогда Не помешают Корпуса Пусть тоже Будет Пять штук Когда-нибудь Да Понадобится И Соответственно 30 Стержней 30 стержней Стальных Ну ладно Есть Родстоуна Побольше Вроде бы Трачу Трачу Родстоуна А его запасы Как-то И не собираются Иссекать Так Он там Так Что А Я все Вспомнил Да Да Остальные Стержни Можно сделать Магнитные Только Специальной Машине Подстава Конечно Ну ладно Сделаем Железные Стальные Понадобятся Как-нибудь Другой Раз Сделаем Железные Ну а пока Займемся Другим Допустим Производством Ну тут Что особо Делать В общем-то Помимо Моторчика Кстати Почему мне Сделать Больше Моторчика Почему бы Нет Могу Только Сейчас Все остальное Легко В принципе Скелет Я тебя Не боюсь Уже Совсем Не боюсь Какой-то Глюк Произошел А Все Понял Он Под козырек Стал Поэтому Не горел Стержни Железные Железоэкономим Стержни Получаются Здесь Вдвое Выгоднее Конечно Железоэкономим Без сомнения Пока Можно Что-нибудь Зачарить Что у меня Можно Зачарить У меня Есть Есть Запас Свинца Не сказал Чтобы особо Запаса Хотя Ненормальный Так Сделаем Просто Половину Половину Свинца В пластины Собственно Пам Что-то Не нравится Собака Свинцовая Пластина Да Сложно Производится Конечно Не сомневаюсь Не понял Прикола Типа Типа Должно Работать Ладно Очередной Глюк В принципе С экструдером Будет Работать С экструдером Должно Работать Просто Пластинная Машина Пластина Делочная Как Хотите Называть Прокатная Вообще Конечно Прокатная Так Что зачарить То можно Тогда Можно Очередной Алмазный Меч Сделать Почему Вы Нет Зачаровать Хотя Нет Зачарую На 30 Все-таки Не очень Хочется На 20 Зачаровать Боюсь Не то Пройдет Какая-нибудь Ерунда Так Ну давайте 48 Это Нормальное Число Это 16 Да 16 16 16 Моторов Нормально Все 16 Электромоторов Когда-нибудь Они Все равно Пригодятся Этот День Настанет Я верю Когда Мне Пригодится 16 Низковольтных Моторов Серьезно Не может Чтобы Не пригодились Это же Просто Основа Основа Чего-нибудь Там Вот и кабели Оловянные Кончились Нет Конечно Но Близко К этому Уже Вообще Их Много Резина Только Ограниченное Количество Хотя Как Достаточно Честно Скажу Достаточно Резина У нас Соответственно Вроде Как И Все Стали Побольше Пластин Стальных Их Мало Совсем Осталось Вообще Стали Мало Осталось Что-то Неправильно Как-то Когда Пластин Стальных Так Мало Ладно Привлечем Химию Сейчас Сталь В принципе Не проблема Запас Углерода Даже Три Стака Не так Много Как Хотелось Более Чем Достаточно Особой Пластин Стальных Не Нужно Хватит Ну Давайте Начнем Начнем Пожалуй С Производства Электрических Коршней Маленькая Шестерня Маленькая Шестерня Стальные Пластины Ну да Такой Достаточно Сложный Крафт Просто Честно Говоря Я уже Довольно Давно Пожег Этот Асемблер Поэтому Меня Немножко Сгладились Чувства Которые Были В тот Самый Момент Когда Он Сгорел Такой Момент Так Ладно Что здесь Нужно Микросхема Три Кабеля Ста Коловейных Проводов Когда Нибудь До Понадобится Микросхема Что-то Там Нет Не Помню Одна Одна Стальная Стержня И Роботизированная Рука Ну и Здесь Совсем Все Примитивно Совсем Так Продолжаем Извините Пришлось Недолго Просновать Видео Что я сделал Помню Помню Конвейерные Моды Делаются Легко Непринужденно И Да Все Так Довольно Быстро Делается Даже Весьма Сложная Машина Если Есть Под рукой Материалы Куда 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 Нам Ее Поставить Сюда Нельзя Сожжем Второй Раз По-моему Так И Жег Кстати Поставим Давайте Сюда Отлично Ассемблер Готов И По крайней Мере Сейчас Стоит Сказать Пару Слов О Том Что Я Делаю Зачем Как Вы Замедлить Последние Несколько Серий Готовлюсь К Карьерам Для Этого Нужно Во-первых Сделать Сам Карьер Что Пока Не Получилось Во-вторых Dimension Транссиверы Которые Уже Сделаны Ну И Некую Переработку То есть Система Переработки Она Тоже Должна Присутствовать В принципе Полностью Готовы У меня Только Dimension Транссиверы Была Прошлая Серия Поэтому Сейчас мы Занимаемся Созданием Непосредственно Машины Под названием Карьер Я думаю Сразу Не одной А Двух Наверное Четыре Не потяну Кстати По поводу Dimension Транссиверов Возможно Вы Заметили Что Эта лава Она Откуда Протекает Магическим Образом И Да Я нашел Этой Машинке Применение Пока У меня нет Карьер Причем Применение Очень Хорошее И Прям Таки Незаменимое То есть Когда Мне придется Его переставить Чтобы Включить Карьер Я не знаю Буду Жить Видимо Таскать Лаву В капсулу Как Телу до этого Но просто На 18 Генераторов В капсулах Не натаскаешься Честно говоря Уж больно Они прожорливые Ну ладно Это будет Потом Видно А теперь Собственно Что нужно Для создания Самой машины Карьера Это продвинутая Микросхема Поэтому давайте От нее И отталкиваться Сегодня Все не успеем Ну Такая будет Может быть Не думаю Что будет Очень длинная Просто разобью Ну Все таки Различных размеров Серия Посвященная Прежде всего Крафту А Advanced Простейшая вещь Вроде бы Но требует Во-первых Ассемблера Не зря же Я его делал Кстати 64 Юзатик То есть Нам потребуется Ассемблер Продвинутый Что В общем-то Грустно Ну Безобычного Ассемблера Продвинутый Не сделаешь Сейчас покажу И требуется Advanced Circuit Word И Advanced Circuit Parts Детали делаются В машине Под названием Forming Press Которая нам тоже Потребляет 64 EUзатик Это значит Что нам тоже Нужна машина С напряжением МВ Потому что При максимальном Напряжении 32 Потреблять 64 Весьма Затруднительно Точнее Невозможно Forming Press Я уже Показывал Дальше Тот же самый Forming Press Нам нужно Чтобы сделать Advanced Circuit Board На 5.64 EUзатик Пластина Кремниевая Есть в огромном Количестве Без проблем И Это вот Восководная Проводка Делается В машине По названию Precision Laser Engraver То есть Продвинутый Лазерный Гравировщик Из Собственно Электрумовой Либо Наверное Золотой Нет Только Электрумовой Фольги Фольга Делается Скорее всего В экструдере Экструдере Либо Каким-нибудь Инструментом Электрум Это сплав Серебра И золота Пополам Так что Не проблема Проблема 120 EUзатик Для чего Мне нужна была Такая мощная Энергостанция Чтобы обеспечить Конкретную машину То есть Нам потребуется Forming Press И Precision Laser Engraver Две машины Насколько я помню Forming Press Делается Проще Поэтому Давайте в этом Убедимся Precision Laser Engraver Требует Микросхем Ну сразу Смотрим Продвинутый Поршни Ну вот вы не смотрите Здесь просто Вместо стали Алюминий Не увеличивает Стоимость И требует Эмиттера В принципе Ничего здесь Дорогого нет Я ошибался И Forming Press Я уверен Что он тоже Не слишком Не слишком сложный Да Он гораздо проще Причем Даже я думаю Мы можем успеть Эти Машины Сделать сегодня И уже сделать Первую Продвинутую Микросхему Наверное Придется Немножко Перестраивать Ладно Так Давайте В первую очередь Как же Блин Мало Осталось Золота Понимаю Что В принципе Стоп Вы серьезно Вы серьезно Хотите сказать Что у меня Серьезно На всей базе Два Кусочка Серебра Я вам не верю Ну еще Две руды Но все равно Не верю Серьезно Всегда думал Что серебро В каком-то количестве Присутствует Блин Это Плохо Это вообще плохо Если еще можно Химически Можно разложить Дальше Мы конечно Снаймемся Без каких-либо Вопросов Какие тут Да Здесь еще Железо А Сейчас вспомнил Я Я думал о том Чтобы сделать Много стали Но что-то руки Не дошли Ну и серебро Понятное дело Получается 8 слитков Давайте все-таки Потратим И Наша плавильная Плавильная Печь Алоэс Мелтер Вот Серебро Золот Соответственно Что нужно На самом деле Такого Сложного Для этих машин Это медные кабели Это борт Но здесь Ничего Абсолютно Удивительного Нет Нужна Во-первых Машина Магнетайзер Все-таки Все-таки Электромагнетик Полярайзер Ладно Не угадал С названием Ну Вы поняли Суть в принципе Такая же Магнетайзер Это из Дастов Крафта Вроде Ну и нужны Хорошие Электросхемы Которые требуют Наночипов Электросхем И Ну Олова Конечно Удобнее всего Использовать И вот то Что я говорил Про немножко Переделать Систему Ассемблер Надо Воткнуть В какое-то Более Приличное Место Ну Продвинутый Ассемблер Будет стоять Вот здесь Для него Специальное место Подготовлено Пока он Не продвинутый Ладно Трубу протянем Не впервой Так Я на чём остановился Да-да-да Хорошая Электросхема Ну давайте Тянуть трубу Плавить олово И заниматься Прочим Прикольными Вещами Хотя Конечно Это опять-таки Временное Но Сколько это Временно У меня Просуществует На самом деле Не долго Потому что Продвинутый Ассемблер Ещё раз говорю Мне нужно будет Сделать Ближайшее время Без этого Я просто Не смогу Там Ну Сделать Продвинутую Микросхему Поэтому Да К сожалению Не Не в эту серию Не получится В эту серию Закончить С продвинутой Микросхемой Это Слишком сложно Насколько я Понимаю Ни в пластинную Машину Ни в Молот Саливаться Жидкого Олова Не может Ну Так же Как и в Трансформатор Понятно Делает Просто Глюк Мода Подключается Ко всему Что видит Ко всему Что не является Полным блоком Насколько я помню Флют экстрактор И Олова Потекло Так Единственный момент Что Чем я это сделал Мы Продолжаем Уважаемые зрители Что-то Нехорошее Произошло С игрой До сих пор Видимо Происходит Почему У меня Сгорел Кабель Я уже Этому не удивляюсь Просто Столько их Пережег Пока Всю эту Конструкцию Строил Ну ладно Что-то Не страшно На самом деле Вспомнить бы Еще чем я Занимался Так Флют экстрактор Отлично Да Я вспомнил Чем я занимался Сейчас Продолжим На трубы Зандрою Можно Пустой Рукой Тыкать Это хорошо Я от греха Подальше Уберу Здесь Гадкие зомби Откуда они только лезут На сей случай Выключу Здесь Подключи Уберу здесь Подключение И Подключение Поставим Только вот так Insert Отлично И здесь Соответственно Экстракт Вот вроде Как-то так Отлично Здесь Олово Расплавленное Которое Здесь плавится Нам нужно Сделать Только Побольше NAND Чипов В принципе Это не так Сложно Давайте 26 13 Ладно 13 Так 13 Не понимаю Откуда эти зомби берутся В кожаные бровни Ещё Ладно Так Так И вот Отлично 13 NAND чипов Нечётное число Замечательно Просто Вот этот тот Один чип У меня будет лежать До конца игры Потому что Никогда его не потрачу И 8 хороших микросхем Соответственно 8 хороших микросхем Это прекрасно И формат пресс Нам потребуется Два корпуса Два поршня И Precision Laser Graver Понятно Что Продвинутый 4 поршня 4 поршня Ну и там По-моему Получается 7 микросхем Ну будет 8 Ладно Не страшно 4 продвинутых Поршня Ах да Магнетайзер Конечно Магнетайзер Нет Это Магнетик полярайзер По-моему Называется Тик Нет Смотрите Как сделать Допустим Магнитную сталь Электромагнетик полярайзер Ну ладно Полярайзер Вот он Делается Я удивлен Но делается он крайне легко Так Корпус алюминиевый Это понятно Насчет алюминия Пластин алюминиевых Маловат 20 штук всего Давайте-ка мы Проблемы Справим Пластины Можно производить Одновременно В двух местах Это Экструдер И Это наша Пластинная Машина Делается Очень быстро Алюминиевый Металл В принципе Довольно Мягкий Я не Не очень понимаю Откуда Все эти зомби Лезут Просто Серьезно F7 Так Нет Давайте Пока там алюминий Делается Просто интересно Ну Я полагаю Что они могут Приходить отсюда Типа Они прыгают Что Не думал Что зомби Умеет прыгать Вот так Вроде бы А Я понял Не понял Так Видимо Видимо Это Не страшно Да Сели Какие-то Меня кидает Наверное Зря я вышел Кстати Да Здесь у меня Магнусит Вару Да Прямо Зря я вышел Ерундой Занимаюсь Так Середина О Мне Лечащая зелья Круто Круто Но мне Было Совершенно Не нужно Ну ладно Вот такой Ров Просто Выкопаю Чтоб Непровадно Было С этим Гадом Ко мне Лезть Ну и Чтоб Не смогли Перепрыгнуть Так Алюминий Замечательно Ключ Вообще Пила Кусачки Потом Разберусь Со всей этой Ерундой Лайк Мне тоже Не нужна Так Кусачки Значит Алюминиевые корпуса Алюминиевые корпуса Делаются Легко И Непринужденно Потребует Столько Много Много Медных Кабелей Они Должны Быть Должны Ну да ладно Сделаем Много Много Я имею Вот так 8 Хороших Электросхем И Куча Расплавленного Олова Которого Мне хватит Очень Надолго Так Соответственно Четыре Таких Полярайзер Под корпус Корпуса Делаются Вот таким Образом Готово Это у нас Advanced Полярайзер То есть Его можно Подключать Прямо К Сюда Короче У него Не надо Ничего Заливать Не принимает Все равно И давайте Сделаем Сколько там 20 Стальных Стершней Много 20 16 Отлично Пошла Работа На самом деле Потребуется Всего там 8 моторов 8 А мы можем Сделать Больше Двойные Кабели Так Медные Кабели Нужны Больше Медных Кабелей С Видео Как-то Никогда Проблем Не Испытывал И в этот Раз Не думаю Что буду Испытывать Да Кстати Кабели Там Провода Я тоже Могу В двух Местах Производить Нужно Скорее Скорее Всего Так Мне нужно 200 Кабельных Проводов Чтобы Сделать 16 Да Много Много Меди Нужно Ну ладно Сделаю Пока 8 Тех Самых Моторов Ну Так Там Медные Провода Штука Дешевая Просто На данный Момент Чего Не Нравится На данный Момент Не подготовился Нету Электрик Мотор А Алюминиевые Стержни Алюминиевые Стержни Это весело Это сейчас Будет Для стержней Форма Формовочная Вещь Алюминия Не так уж Много Наверное Это связано С тем Что я Особто Не роюсь По Шахтам Ну ладно До карьера Хватит А потом Уже С такими Материалами Проблем Думаю Не будет Ну и собственно Алюминиевая Руда Встречается Ну Довольно Часто Где-то Как стандартная Железная Из Майнкрафта Если бы она Здесь была Не реже Это точно Так 16 Стержней Алюминиевых Получается Что В целом Производить Машины Вот этого Второго Уровня Которые Су-28 Потребляют Выгоднее Потому что Там нужно Алюминий Вместо Стали Алюминий Здесь дешевле Чем железо Странно Конечно Так 20 Это Полярайзер Ладно Лазер Энгрейпер Допустим Лазер Энгрейпер Четыре Поршня Маленькая Алюминиевая Шестерня Я кажется Знаю Вот Я угадал Да Очень удобно Когда все Стандартизировано Все-таки Да В этом плане Создатель игрок тех Кто там Григориус Молодец Сделал все Очень Очень удобно Так Значит Здесь шестерня Здесь Монтор Монтор Шестерня Два стерня Два Нужен Эмиттер Четыре Железных Золотых Стержней Извиняюсь Золото Тем временем Кончается Нет Алюминий Хватит Золото Мягкий Металл Чем Ну так Долго Стержни Делаются Ладно Пока Сделаем Форминг Пресс И на этом Закончим Следующий Сервера Постараюсь Уже Что-нибудь Связанное С карьерами Собственно Форминг Пресс Я прям Сейчас И сделаю Корпус Два Поршня Доловянные Не Подходит Полагаю Что Так Ну да Advanced Форминг Пресс Четыре Стержня Снова Лазер Лазер Драйвер Сижен Так Эмиттер Кусочек Кварца Какой ужас У меня Два С половиной Стака Алмазов И Два Куска Кварца Это Просто Смех Что Не Так Электрумовые Стержни Вот Это Плохо Как-то Совсем У меня Электрум Где-то Тень Был Был Да Вот Он Ну Типа Золотые Стержни Они Видимо Никуда Не Понадобятся Можно Делать Золотую Монтировку Да Золотой Сачок Блин Золотой Вантус Бра Но Но Не то Что Нужно Конечно Ладно Кстати Как лазер Делается Ну Вроде Не особо Страшно Руч Тянет Тайбл Без понятия Что это Такое Не раз Какая-то Новая Машинка Из Экспериментального Си Экспериментального Индус Тайбл Поэтому Не в курсе Что она там Такого Прикольного Делает Но Еще Предстоит Разобраться Присажем Лазер Энгрейвер Ну Не хочешь Как хочешь Работать Почему-то Быстрый Крафт Работает Через раз Ну Вот И все Две Машинки Понятное Дело Потом Закан Поставлю Какие Проблемы Другую Сторону Отведу Ну В общем-то На этом Все Я думаю Стоит Заканчивать Серию Получилось Немного Обрывистое Но По техническим Прочинам В общем-то С вами был Самоель Это Очередная Серия Шестого Сезона Всем Удачи Всем пока Субтитры Субтитры Субтитры